В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Не устаем говорить спасибо. В муниципалитете чествовали врачей и медицинских работников. От вас зависит не просто многое, от вас зависит жизни людей. В поселке совхоза имени Ленина прошли публичные слушания отчета об исполнении бюджета поселения за прошлый год. По разделу общегосударственных вопросов исполнения 100%. Считанные дни остаются до открытия в горках ленинских музыкального фестиваля джазовые сезоны. У нас будет кубинский саксофонист Карлос Ичевария со своей группой. У нас будет бразилец Джо Андерсантос. Кто они? Герои нашего времени. Нет сомнений, что это врачи. Долгие месяцы они самоотверженно боролись с вирусом и эта работа не заканчивается. В конференц-зале детской поликлиники прошло награждение медицинских работников. Их поблагодарили за труд и вручили почетные грамоты. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. 78-летнюю пенсионерку Видновскую клиническую больницу экстренно доставили с переломом головки бедра. В ходе обследования у женщины диагностировали еще и ковид-19. Заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров немедленно ее прооперировал с применением малоинвазивных методик. Сегодня больная чувствует себя хорошо, уже может двигаться самостоятельно. Параллельно врачи лечат ее от коронавируса. Сейчас уже сама ложится и сама садится. В ее возрасте с такой травмой, с такой сопутствующей патологией, это уже огромный плюс для нее. Минимизируются риски все ее вот такие застойные пневмонии, тромбозы. Так что даст Бог бабуля, у нас пойдет на поправочку. Врачи – герои нашего времени. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала, насколько значима в обществе эта профессия. Благо, медицина не стоит на месте и в помощь докторам новейшие технологии и современное оборудование. Все мы смогли перестроиться очень быстро и перестроить всю нашу работу именно в этих сложных условиях, именно в таком формате, который будет более приемлемым для нераспространения той же самой пандемии, в то же время оказывая полноценную медицинскую помощь. За период пандемии медицинские работники сотни тысяч раз слышали в свой адрес слова благодарности. Выражать им признательность люди не перестают и сейчас. Более 50 врачей на днях приняли участие в торжественном награждении и были удостоены почетных грамот. Стоите, в общем-то, на передовой и все это прекрасно понимают. От вас зависит не просто многое, от вас зависят жизни людей. Это героическая профессия и люди иногда берут на себя те беды и проблемы, от которых спасают своих пациентов. Высоко отметили заместителя главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елену Зинатулину. Она получила почетную грамоту от Министерства здравоохранения Московской области. Наша профессия является высоким служением перед здоровьем наших людей. Уменьшается количество зараженных коронавирусом, но работы у врачей меньше не становится. Они самоотверженно продолжают бороться за каждого пациента. Мы в силах им помочь, если будем следовать элементарным правилам личной безопасности. Не забывать о средствах защиты и других мерах противодействия распространению ковид-19. Юлия Погасьян, Татьяна Брылова, Сергей Лавин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В поселке совхоза имени Ленина прошли публичные слушания отчета об исполнении бюджета сельского поселения совхоз имени Ленина за 2019 год. Его озвучила председатель контрольно-счетной палаты муниципалитета Елена Егорова. На встрече также присутствовали первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин и начальник финансового управления Лариса Калмогорова. В своем докладе Елена Егорова рассказала о структуре расходных и доходных статей бюджета, провела анализ динамики доходов. Отметила она и положительные стороны в части исполнения бюджета, в том числе и по социальным направлениям. По разделу общегосударственных вопросов исполнение 100%, по разделу национальной обороны исполнение составили 98,7%, по разделу национальная экономика исполнение тоже составило 100%, по разделу культуры и кинематографии исполнение также составило 100%. Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа при проверке финансовой деятельности бывшей администрации поселения Совкоз имени Ленина нашла и ряд нарушений, что также нашло свое отражение в отчете. Выявлено 12 фактов грубых нарушений требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской финансовой отчетности на общую сумму 57,9 миллионов рублей. Выявлены факты принятия к бухгалтерскому учету документов, содержащие недостоверные данные о совершившихся фактах хозяйственной жизни. По окончании слушаний присутствующие депутаты, местные жители, представители общественности смогли задать свои вопросы. И хотя зачастую они не касались напрямую предметов встречи, на все были даны исчерпывающие ответы. Рейды по торговым точкам в Ленинском округе проводятся регулярно несколько раз в неделю. Законы с проведением торговли на пересечении Советского проезда и улицы Гаевского выехали проверить сотрудники администрации и депутаты муниципалитета. По обращениям жильцов дома номер 1 на советском проезде и домов 1 и 3 на улице Гаевского сотрудники администрации совместно с представителями депутатского корпуса проверили заведение общественного питания, расположенное под окнами жителей. Со стороны парковки была обнаружена точка продажи осединских пирогов, шаурмы и лаваша. Первое, что бросается в глаза – замусоренная территория и отсутствие у продавцов кассы. Информация о данном нарушении была передана в налоговую службу. Так как уголок потребителя находился далеко, все документы о торговой точке спрашивали у владельца. Оказалось, что данное предприятие арендует у них помещение, но соответствующего договора на месте не было. Внимание участников рейда привлекло и импровизированное кафе, где, видимо, и собираются шумные компании. На устранение нарушений владельцу дали три дня. У нас в общем штраф выходит 25 тысяч. До составления протокола собственники должны устранить данные нарушения, чтобы это были как смягчающие обстоятельства. В данном случае штраф может снизиться. Если нарушения не будут исправлены, то штраф будет максимальным. Объект теперь будет находиться в зоне постоянного внимания, и будут постоянно здесь люди из администрации, и я как представитель депутатского корпуса обращать внимание. Внешний вид, соответственно, тоже не очень устраивает ни меня, я думаю, и ни жителей города. Жалобы жителей поступали и на пиццерию, расположенную на улице Гаевского. Чаще всего вопросы связаны именно с вывозом мусора. Его нередко наблюдают у заведения по утрам. Участники рейда проверили документацию торговой точки и уточнили, заключен ли у пиццерии договор с региональным оператором. Без такого документа осуществлять свою деятельность они не могут. Мы убираемся каждую ночь, мы выставляем на улицу рядом, и утром убирает уборщик. Куда убирает? А куда убирает? Нет, я не знаю. Вот поэтому и, собственно говоря, хочется посмотреть договор с региональным оператором. На сегодняшний день реализуется программа, по которой все здания города приводятся к единой стилистике. Яркое оформление пиццерии заметно выделяется на общем фоне, а неоновые лампы часто мешают жителям ближайших домов. У нас 21 век, соответственно, вот эти, так скажем, изыски архитектурные, которые каждый субъект торговли пытается осуществить, не всегда это красиво, не всегда это подходит городу. Обратили внимание и на рекламу, расположенную в ненадлежащих местах. Руководство пиццерии получило извещение о просьбе предоставить связанные с этим вопросом документы в администрацию округа. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. 22 и 23 августа в Горках Ленинских пройдет ставший уже традиционным международный фестиваль «Джазовые сезоны». В преддверии этого события в научно-культурном центре музея-заповедника прошла конференция, на которой обсудили особенности проведения фестиваля в этом году. «Джазовые сезоны» – это уже второй музыкальный фестиваль, который пройдет в Московской области с начала пандемии. Присутствующую на конференции заместителя министра культуры Московской области Валентину Лиханову в том числе волновали и вопросы безопасности проведения мероприятия. Было решено, что при входе гостям будут измерять температуру, в зоне фолкорта нанесут разметку, а в свободном доступе по всей территории разместят санитайзеры. Сейчас мы переезжаем на новую большую поляну, там почти два с половиной гектара. И достаточно места для того, чтобы все посетители соблюли социальную дистанцию. И это нам дает возможность принять не меньше тысячи зрителей. Во время фестиваля можно будет не только послушать хорошую музыку, но и интересно, используя провести время. У нас будут и музыкальные мастер-классы, и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. У нас будет школа хоккея Вячеслава Фетисова. Мы как раз сейчас обсуждаем формат. Вопреки закрытым границам ожидается выступление музыкантов из Бразилии, Австралии, Кубы. У нас будет кубинский саксофонист Карлос Ичеваря со своей группой. У нас будет бразилец Джо Андер Сантос. У нас будет потрясающая певица Фонтин, которая очень востребована и в Австралии, и в Штатах. И это большая удача, что мы смогли ее пригласить на фестиваль. Шестой международный фестиваль «Джазовые сезоны» соберет на своей сцене лучших российских джазменов. Хедлайнерами в этом году станут Игорь Бутман, Лариса Долина и Сергей Мазаев. Телеканал «Видное ТВ» всегда объединял людей творческих. И это неудивительно, ведь создал студию и долгие годы руководил коллективом Владимир Меншов. Человек, несомненно, творческий и талантливый. В рубрике «Время назад», посвященной 25-летию нашего телеканала, мы покажем сюжет 2009 года об одной из экспозиций, соавтором которой стал Владимир Степанович. Друзья и почитатели таланта Георгия Абраменко и Владимира Меншова собрались 4 августа в историко-культурном центре Ленинского района по поводу замечательного события, открытия фото-выставки. Наша работа была постоянно связана с этими замечательными людьми, которые отдали и отдают, продолжают отдавать свои творческие силы на благо нашего Ленинского района. В создании выставки принимали участие люди разных профессий. Практически все они живут в Ленинском районе с конца 40-х – начала 50-х годов. Для них город Видное – это малая родина. Выставка под названием «Я родился в этом городе», «Рос» – это в какой-то степени исповедь, признание в любви нашему городу. Творческий процесс сложный. О том, как создавалась выставка, рассказал Георгий Абраменко. Когда снимаешь, иной раз даже и не помнишь, как это все происходит. Иногда услышишь какую-нибудь музыку, иногда бывает, что встретишь старинного друга, которого лет 30-40 не видел. Бывает, что читаешь книжку какую-нибудь, стихи читаешь. Иногда кого-то незаслуженно обидишь, потом переживаешь из-за этого. И это тоже позволяет как-то создавать вот эти работы. Два фотомастера, фотохудожника, два человека разных профессий. Георгий Абраменко – врач, посвятил всю жизнь медицине. Владимир Меньшов – кинематографист, заслуженный работник культуры. И для каждого из них увлечение фотографией стало неотъемлемой частью жизни. Я рад, что увлечение фотографией, которое раньше было на бытовом уровне, они довели до уровня профессионалов. То есть стали профессионалами. И это не только хобби, это вторая работа для них, которая делает свободное от работы время. Я рад, что много друзей пришло, и они показали свои лучшие работы. У них много других хороших работ. Показали город наш. Задача фотографа – запечатлеть для новых поколений самые красивые, неповторимые и ценные мгновения. Авторы, создавая работы для выставки, обращались к разным темам. И каждая нашла своего почитателя. Мне очень близко творчество Владимира Меньшова. Мне очень импонирует его творчество в том, что он обращается к теме человека, к его внутреннему состоянию, к его характеру, к его мыслям. Когда смотришь его работы, то можно угадать, о чем человек думает. Работами Георгия Абраменко и Владимира Меньшова можно полюбоваться в историко-культурном центре еще в течение месяца. Лариса Вольнова, Александр Житков, Наталья Буслаева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.